Приветствую вас! В первую очередь хочу отметить, что у вас есть две травмы. Первая травма это измена мужа, вторая травма это соответственно то, что вы развелись. Развод это тоже травма. И первое и второе, возможно до сих пор вас тревожит. Как измена мужа и соответственно, ваше восприятие этого, ваше восприятие этого, ваше восприятие себя может быть в этом контексте, ваше восприятие мужа в этом контексте и так далее. То есть тут вот, тут есть разные моменты, тут есть разные нюансы, которые мне кажется нужно поисследовать. Это первое, что хочу сказать. Второе, развод. Опять же, ваше восприятие развода, ваше восприятие этой ситуации в целом, то есть я имею ввиду ситуацию с разводом. Как вы адаптировались к ней, не адаптировались вы к ней. Вот. То есть это тоже нужно исследовать в некоторой степени, потому что это таким же образом на вас очевидно влияет. влияет достаточно серьезно и сильно. Вот. Дальше, вы пишите о том, что муж, значит, постоянно дергает, дергает, бывший муж постоянно вас дергает. Я, конечно, не знаю, что вы имеете ввиду, говоря о том, что он вас дергает, вот, но не имею понимания того, что именно вы подразумеваете под этим, под тем, что он вас дергает. Но, думаю, что он, как-то напоминает о себе, вам, как-то напоминает о себе. И вы эмоционально на это реагируете. Ну вот, судя по тому, что вы описываете, пока что. Вот. Значит, здесь нужно посмотреть и поисследовать то, почему и как вы на это реагируете. То есть вот, в буквальном смысле этого слова. Как вы реагируете на то, что он на себе заявляет. Что вы испытываете. То есть, возможно, вы испытываете, не смотря на, эм, ну, допустим, не смотря на конфликт между вами, не смотря на то, что вы уже не вместе, да, возможно, вы испытываете обиду на него, возможно, вы испытываете обиду. Вот. То есть, тут, тут нужно, эм, также этот момент определить для вас. Эм, дальше. Вы говорите, что хотите забыть, эм, его, вы говорите, что хотите его забыть. Эм, забыть невозможно, потому что он, это, эм, часть вашего опыта. И, соответственно, эм, соответственно, эм, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, вам просто нужно этот опыт принять. Само, то есть, просто принять, эм, опыт, эм, который сейчас транслирует вам, ваша, ну, ваша, ваша ситуация. Вот. Вот. Эм, ну, в целом. Вот. Мне думается, что, так, то есть, проработать обиды, проработать то, что вас напрягает, возможно, вот. Эм, поисследовать то, что вас напрягает, возможно, эм, и дальше будет уже, на мой взгляд, эм, ну, гораздо легче. Дальше, эм, дальше будет постепенно становиться вам легче. Вот. Мне, по крайней мере, так это видят. Ну, ну, вот, то, что, то, что вы описываете, да, то, как вы описываете эту ситуацию. А, понятно, понятно, что из-за ребёнка вы не можете прекратить общение с ним. Вот. Это понятно, что вам тяжело, это понятно, что вам, ну, что вы не можете лишить ребёнка отца. Вот. Я думаю, что это очень, очень хорошо, что вы понимаете этот момент очень хорошо, очень здорово, что вы отдаёте себе отсчёт в том, что, ну, что не можете прервать общение с человеком. Вот, что ребёнку, ну, что ребёнку нужно, эм, нужен отец, что ребёнку нужен папа. Вот. Мне кажется, это очень хорошо, что вы, что в этот момент для себя понимаете, хорошо, что для себя в этот момент отдаёте себе в нам отсчёт. Вот. Ну, тем не менее, это не должно влиять на вас, тем не менее, это не должно влиять на вас и не должно негативно сказываться на вашу жизнь. Вот. Дальше вы пишите, что ваше отношение, оно будет оказываться плохо. Вот. Я, опять же, не знаю всех деталей, да, опять же, я, опять же, не знаю того, как всё обстоит. Вот. Но думаю, что есть, 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 как из основания, почему ваши отношения заканчиваются плохо. Ну, с другими, я так понимаю, мужчинами. Вот. Так, тут, опять же, желательно анализировать, опять же, желательно исследовать, желательно изучать, да, вот, чтобы понять, о чём идёт речь. Потому что, ну, пока что, пока что, понятно, не совсем. Вот. Дальше вы пишите о том, значит, спрашиваете даже не о том, как вам быть, да. И здесь, опять же, можно задать вам такой встречный вопрос, а, как быть, чтобы что. Т.е. вы можете разобраться в себе, вы можете разобраться в своих чувствах. Например, эм, даже к мужу вы можете понять, что вы чувствуете, эм, к мужу своему, что вы к нему чувствуете. Вот, вы можете понять этот момент, вы можете определить этот момент, вы можете увидеть этот момент, вот, и, поняв, поняв и увидев этот момент, вы решите, что делать дальше, вам. Вот, поняв и увидев этот момент, вы можете решить, что вам делать дальше. Это вполне реально. Это вполне реально будет сделать. Вопрос заключается в том, что, готовы ли вы разбираться в, ну, вот, в себе. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы разбираться в себе. Вот. Мне кажется, такой ответил на нам. Можно, ну, так мне кажется, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вопрос, который вы пишете. Вот. Значит. Совершенно понятно, что вам тесело сейчас. Совершенно понятно, что вы травмированы. Совершенно понятно, что, возможно, вы оказались между двух огней. То есть, по одной стороне, даже не между большего количества огней, потому что, с другой стороны, ребёнок, которому нужен баба, с другой стороны. Вы, которой нужно как-то вот жить дальше, да. Вот. С третьей стороны, это муч, который не даёт, ну, ну, просто не даёт вам двигаться дальше. Вот. То есть, конечно, есть понимание, есть понимание, что вам очень тяжело. Есть такое, есть понимание. Вот. Но вопрос заключается в том, что вы будете делать со всем этим дальше. То есть, куда вы будете двигаться дальше со всем этим. Понимаете? Вот это, мне кажется, ну, это мне кажется важно. Это, мне кажется, очень важно для вас определить, что вы будете делать дальше. Как вы будете дальше делать. Вот. Я думаю, что, я думаю, что разобравшись в себе, да, я думаю, что разобравшись себе, поисследовав себя и свои переживания, я думаю, вы смогли увидеть то, куда вам можно двигаться дальше, куда вам хочется двигаться дальше. Возможно, ваше отношение с будем. Ещё можно спасти. Возможно. Я не говорю, что это прям что это однозначно. Так. Ну, возможно. Кто знает. Может быть. Это можно сделать. А возможно, вы найдёте себя и будете двигаться дальше в своей жизни. Решать вам. Я думаю, что ваша позиция, которую вы заняли сейчас, она не доставляет вам ничего хорошего. Я думаю, что та позиция, которую вы сейчас заняли, она не несёт вам ничего хорошего, ничего полезного. Поэтому из неё нужно выходить. Вот. И соответственно, в этом вам поможет опять же психолог. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А если вам он понравился, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешит. удачи. 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 Удачи.